И всем привет, ребят! С вами Мистер Вань, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик непосредственно посвящен старой тематике, к которой мы уже давно не возвращались. Это тройная нагибаторская аппетитная сочная дуэль, в которой мы будем решать, какая из пушек и из вооружений больше нагибает. У нас вчера произошло обновление в нашей любимейшей нагибаторской игре, где подверглись изменению целых три пушки, а именно Изида, Молот и Страйкер. Ну и мне, конечно же, в голову пришла гениальнейшая идея вернуть ту самую замечательную рубрику, тот тройной нагибаторский врыв, и сегодня позвать Артемочку и Шамиля Толстого, нагибатора, который любит еще пошуметь своими дверьми, сюда сыграть, попробовать, потестировать. Конечно же, я остался на Изиде, Шамиля остался на чем? На Страйкере, да? И Темочка на Молоте. Сегодня как-то так у нас все это дело пойдет, можете поздороваться. Я пока в группу позову вас. Я, кстати, читер, я буду здороваться. Здоровайтесь. Да, понял. Здоровайтесь неплохо. Так, поздороваться уже. Так, я не могу найти. Шэйм есть? Слышно было? Темик есть? Не, не было слышно. Так я же сказал, Тема, я тоже сказал. Да. Ватка глухой забейте. Ааа, ёптвою. Ну ладно, ничего страшного. Возможно, у меня подлагнуло. Из-за замечательного. Так, по режимам, друзья. По вооружению мы берем три викинга. На разных пушках, как я уже сказал, Изида, Страйкер и Молот. Что касаемо дронов, то тут есть любой выбор, да? То есть, кто хочет там на бустере, кто хочет на защитнике. Я взял на Изиде, на бустера. По режимам, я думаю, что скатаем дефолтную контроль точек, каточку. И в захвате флага, то есть, чтобы по возможности были не совсем большие карты, чтобы на ближнебойной, например, моей Изиде было тоже там плюс-минус такой же моментик, да? Чтобы можно было нормально, полноценно рассмотреть все три вооружения и посмотреть вообще, что будет нагибать больше. Ну и там уже по ходу этого всего дела сделать вывод определенный. Поэтому начинаем с контроль точек. Играем! Потненько, нагибаторски. Только вот давайте не сидите там, не молчите там, не потеете. Потому что я сейчас буду базарить, а вы будете сейчас сидеть молча просто в крысу, да? У тебя, кстати, чеку вас подлагивает, бывает. Да? Так у меня, значит, сейчас танки будут подлагивать. Мне надо было на другой интернет пересесть. Ну ладно, ничего страшного, попробуем, потестируем. Сейчас есть вообще полная шляпа будет. Усата, я буду лагать как черт. Тогда придется все это дело перезаписать. Ладно, пока. Посмотрим. Посмотрим, как оно сейчас будет. Шейм, как давно на страйкере не играл, а? Три дня. Три дня не играл? Да. Ну, сейчас, значит, ты будешь на последнем месте, получается, да? Без шансов. Без шансов для тебя. Артемочка на молоте уже задротит пару дней, вообще без перерыва, не просыхая. Сейчас будет рассказывать и показывать всем, как надо играть в эту игру. Ну, молот с пробитием на читах. А, еще с пробитием у тебя. Ну, было бы, конечно, неплохо, если бы ты был бы на слагере. Ну, ладно. Я думаю, что там не сильно поменяется. О, гениальная карта. Просто Genius Map. Что может быть лучше? Вот этой замечательной карты. Да, на Сиди вообще хорошо. Офигеть, а мне еще и пинга прыгает. О, не пинга этот, фпс прыгает. Ну, ладно. Начинаем. Так, Шейм, давай ты это самое. Мои килы не будешь пилить вообще. Забудьте все мои. Я два с половиной, когда вы... Ну, забудь, забудь, забудь. Да, забудь, забудь. Тут уже крыса, короче, подъехала. Тут уже все там. Забудьте, пацаны. Тут уже все. Килы эти улетают в одну кабину. Суммируем очки за два боя. Ну, и там уже как бы подводим итоги. Смотрим. Делаем выводы, определенные по пушкам. Я, честно говоря, еще не на Изиде и не на Страйкере особо много жестко не поиграл. Ну, за исключением именно Молотов. Поэтому посмотрим. Даже по ходу этого видеоролика будет видно, насколько жестко залетит или не залетит у меня. Здесь эта каточка так. Мамонта сожрал. Ну, я пока примерно держусь в балансе. Ну, тут какая-то просто турбо-турбо-сушку, турбо-сливка или турбо-как это? Турбо-разрывка получается какая-то. Ну, да. Это прям очень легко. Так, ну, у меня чуть-чуть прыгает, конечно, пинг. Ну, терпимо вроде. Вроде терпимо. Вроде терпимо. Вроде жить можно. С такими подлагами. Загол будет. Загол будет. Бонус-очки. Не-не-не. А ты что, собрался голды ловить? Нет, шучу. Тема сидит, чисто резко контролит крысу. Опа. О, нормально, нормально, да. Овердрайв в один тайминг вдвоем. Я не видел с этой носом. Гениально. Я, кстати, изида и могу ничего и чуть подсосать, если еще. Так, по киллам Темочка впереди. Темочка один раздох, мы шемем 2. По 9 килов дали. 19,1 за 2 минуты? Да, да. Ну, я бы сказал, что это очень жестко. У меня чуть-чуть подлагнуло. Чуть-чуть пингануло. Давай, ничего страшного. Давайте подлагаю, толщу, дискоте. Ну, чуть-чуть. На видосе зато все идеально. Это самое главное. Хорошо, что видос никак не связан с... Интернет. Интернетом вообще абсолютно. Так что у меня голдак всегда стабильный. Так, я овер в пустую просрал. Теперь овер халявный подобрал. Это уже нормальная тема. Даже нормальная тема. Можно попробовать сейчас вот этого молодого человека чпокнуть. Давай, 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 давай. Хорош. Хорош. Еще одного забрал. 3 килла. Ой, 3 минуты прошло, верни. Ну, и меня подлагнуло. Ну, конечно, у меня подлагнет в тот самый момент, когда я буду сливать типа 4 секунды. В, ну, я на от сосечах получается. Что-то шеем разошелся. Офигеть, Темочка. Что там тебя чпокует? Ну, что-то тебя, наверное, наплачка. Еще от страйкера резаю, а не по них, ну, один только рез. Ну, от Изиды 2. Ты так говоришь, что один резко будет. Как-то нормально. Мастер, он типа Тайкера привык, что он нолит. А, все, уже заканчилось? Да, уже все. Уже победа. Так, что у нас получается по итогам? Смотрим. Ну, ну, примерно типа нормально, да? То есть для Изиды 15 киллов на парме. Ну, это неплохо. 19 у Томика, у Шейма 18. Ну, здесь такая каточка, конечно, по ней тяжело что-то судить из-за того, что она турбо-легкая получилась. Чем ты там шумишь, Шейм? Турбо-жесткая. Так, ну, давайте сыграем сейчас. Захват флага. Что-то меня подвогнуло. Оп, захват флага. Ну, здесь уже, конечно, будет интересно. А как вообще, по вашему мнению, что из этих трех пушек сейчас вот после обновления лучше всего в балансе? Молот. А, балансе или в дисбалансе? Ну, типа шо лучше всего? Нагибает. Молот, конечно. Молот, да, Томика? О! О, ё-моё, боже, ну ещё такая карта, ещё и тут пати, чисто под видос пати залетает по красоте. По аппетитному сочному Мишанечка влетает в каточку. Ну, вот заодно будет интересно посмотреть, что уже в таком более серьёзном бою будет сейчас чувствовать себя более уверенно. Мишанечка вам привет передаёт, я смотрю. Я видел эту краску реально, как чемпион выиграет один в один. Дошик? Да, да, один в один. Как у меня мальчик? Ой. Можно видос смело называть «Встретили чемпиона»? Да, да, да. Встретили нового чемпиона в танке. В трио за Месси встретили чемпиона, да? Да, да, да. Так, ну я не знаю, что мне тут делать на езиде, если честно. Лучше, мы, конечно, перепить надо, я не знаю. Не, ну мы не перепить. Давай, давай, давай. Мы не перепитьем. Перепитью только слабый. Тут фулл фокус давай. Так, ну у меня тут уже потихо, я чуть-чуть подсосал. Ой, ёмы там. Если что, по центру там ромашка лежит на мосту. Шем уже пять килов, откуда их взял, боже. Не знаю, у меня с флага возит. А, у нас еще флаг ушел, да? Ну, ладно, что страшно. Ну, ничего страшного, что я могу сказать. Минус флаг получается. Что страшного. Получается минус флаг. Получается нас еще и чпок, но сейчас жестко. Ну, что поделать? А, например, это молотый. Ой, боже. Я не успел дотянуться до вас по. Ну, что там, Тёма, что-то молотого не нагибает, да? Что там, по-молоту? Что я сейчас по-бителю не насладил? Я вообще не могу никого достать. Так, возьми, поменяю. Используйся, ты можешь поменять. Поменяешься. Та, ну, у тебя же нет, условно там, ограничений никаких. Ты можешь спокойно взять, переодеть. Можешь двадцать двоечку поменять, там, если что. Там, ну, как хочешь, короче. Все, что хочешь, все можешь сделать. Так, мне надо как-то килог больше чпокнуть. Так понимаю, что нам увезти не дадут здесь. Хотя, блин, у меня ДА-крана, который у тебя. Давай вниз. А, блин. Мост надо везти. Там на мосту мины вроде. Такой мост, там дождик стоит на шапке. На мосту там мины вроде, центрально были. Ну, давай я попробую. О, мин, мин, садим его на подъем. Да нет, там по мосту прослеять идет, по среднему мосту. Ну, могу даже на подъем заехать. Ну, ты куча овер есть, попробуй овер прожать. Реализовать. Давай я попробую сейчас. Так, одного с хаулом. Там это Титана Гаусс. Да, здорово, не с хаулом. Цитана Масту под ним стоит. Он не кастами. Ну, ладно, ладно, ничего страшного. Сейчас попробуем через низ заехать, надо килов побольше дать. Чтоб не так сильно позориться, правильно? Я веду поп, это у меня все хорошо. Нагибаешь, да? Конечно. А в первой катке у кого было больше? Утяжи? Да, у меня 370. Миша тут бегает на своем коппере. Да ну, там два цветка. Миша бегает еще, прожимает. Там цветки, там на всех подъемах цветки. Цитана Масту тоже. Как заехать на базу. Ну, что я могу сказать? Максимально удачная карта. Подберет его? Ладно, все. Чисел для такого боя. По красоте, она повезла. Так, ну ладно, я килов попытаюсь считать дополнительно. Может быть залетит. Может быть залетит. Давай, 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 давай. Есть контакт. Так, давай я вас чпокну по очкам. Легенько. Давай, давай, давай. По мосту везти, если что. Есть шанс? Шанс, шанс. Ай, был минимальный. Мне когда ДАшки. Ну, бля, с бустером, конечно, тяжеловато в этом плане. На отбивочку по хп нормально можно сыграть? А вот, если ты хочешь что-то... Так, я чуть отогадался с Союзом. В дальнейшем. Ну да, уже. Чуть-чуть подровнялись. Две с половиной минуты. Ага. Просто надо где-то в тайминг найти побольше киллов. И вообще будет четко. Надо в тайминг просто на базу заехать, чтобы тебя никто не видел. Если еще до флага везти. Ой, меня чпокует. А там мин много. Шот контует. По мосту пробуйте есть. Шот, да, нормально. Я шота слил, можете попробовать увезти. Макс, если повезет. Вам. Угу, не в тайм. Куда вы, я? Тут хоппер. Да там очень... Сейчас меня заступит. Не заступил. Так, две минутки. Ну и что там, шансы есть? Ну, наверное. Мишу заступили, найс. Плюс килл халявный. А, ну и хп достаки разобьет. Попробую через низ как-то. Ну, у меня 16. Так что... 16 киллов? Ба, фига, ты где чпокнул столько? Не знаю, по-моему, что. Чпокнул очень жестко. Так, ну я вообще, если честно, я вроде ни одного даже овера не прожал. То есть я не ошибаюсь. 0 прожитых овердрайров. У меня шоуфт еще ланшоты. А, он с кризисом же стоит, боже, у меня там дополнительный урон. Да, все понятно. Тогда бесшансовая получается. Получается, без чан-со-ва-ян. Не, ну, в цпб они попались, я думаю, там вообще бы, ну так, чисто. Миша... Чисто посмотрели бы на них и все. Как на парме было, да? 50 секунд. Ну, по такой катке ничего не понятно. Я думаю, что надо третью, такую, заключительную сыграть. Можно. По режиму. Преопочтение только надо. Наверное, ну цп, цп нет. Ну, тд-мочку можно попробовать. Попробовать тд-мочку. Если нам не дропнет какой-нибудь шоссе, то я думаю, что будет неплохо. Тонно шоссе, конечно, будет. Даже я, я даже не знаю, где... Да, мне тоже плохо, потому что у меня... Страйкер медленный лит. Ну, ты хоть 18 килоф как-то дал. То есть у тебя, как бы, еще пушка такой... У тебя пушка еще, знаешь, как средней дальности. Если у меня пушка... Она фаришок. Чисто ближний бойочка. То на шоссе мне вообще делать, грубо говоря, ничего. Ну да, да, да. Это способ. В этом плане вообще жопа. Так, ну опять, опять страйкер. Опять страйкер. Опять страйкер в приоритете. Неплохо. Так, ну и давайте посмотрим на тд-мочку. Изида пока на отсосе. В двух катках. Может быть сейчас дропнет что-нибудь небольшое. Если дропнет что-нибудь небольшое, может получится. Неплохо реализовать ее. Но если получится, будет... Very wonderful. Very wonderful. Very wonderful. Посмотрим. Посмотрим, 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 посмотрим. Но ты бы шоем все равно молотку выбирал, да? Из этих трех пушек. Страйкер бы не выбирал. Да, конечно. Но все равно. Почему? Потому что... Я думаю, что надо играть с другим устройством. И тогда, может быть, бы лучше получалось. Ну, страйкер с ураном, это лучшее устройство. Но, откровенно говоря, то есть, типа, на страйкере использовать что-то другое. Ну, только если там джиггер наути. Я про молот. Это слагер лучше, чем пробить, а дубы, молот. Не, ну... Но я не думаю, что там... Опа, хорошая карта. Так сильно будет решать. Опа, там два ареса. На, походу, на этих самых, на поджогах. Или это мамонты на поджогах. Нормально сейчас, как я буду насовывать этим типом. Можно сейчас даже взять, переодеть на иммунитет от поджога. Чтоб нагореть от них. Опивать буду, и надо. Можно иммунитет от поджога взять. Ну, вот в этой карте, я думаю, что у меня шансы есть. Не знаю. Мне-то кажется, что шансы есть. Самые лучшие шансы. Ну, типа карта маленькая, да? Я думаю, что шансы есть. Ну, да. Здесь уверенно. Можно попробовать накидать. Сейчас еще возьму иммунитет. Возьму иммунитет от поджога. Будет вообще идеально. Шансов станет еще больше. Там нету, да? Никакого. А, там еще компактные баллоны. Тогда вообще иммунитет просто бомба. А чего вы используете? Тяжелый. А, у меня не переоделось устройство. Говорили, устройство будет переодеваться, да? Обновление вроде вышло. Больше не будет лагать так. Может, у меня, конечно, числи сливающую республику. Ну, что я очень сильно надеюсь, что если не поменяется, тогда я буду в тильде. Трайка грацирона. Тогда я буду в тильде. Еще один, да. Потому что я бы сейчас мог еще пару килов дать. Ну, поменяется? А, не, не поменяется. Прикольно. Ну, что я могу сказать? Другой раз поменяется. Следующая жизнь. Следующий бой у меня поменяется. Так, ну и не забывайте, наверное, победочку, да? Поэтому в запотеке есть миши и подлоги. Боже. Боже, ну... Не, я просто проигрываю из-за подлогов. Я понял, я из-за подлогов проиграл. Если бы у меня не подлоги вала, я бы выиграл у вас. Мфосок. А, слышь? Захожу в гараж. А, вот, поменялось. Ну, там светится. Захожу в гараж, понял? А там у меня уже поменяно устройство. А на самом деле на карте нет. И как это работает? Там у Мото Пудик еще и спасателям. Только. Начал, немножко подлогивает. Ну, еще Овердали в Харе. Блин, даже на такой шикарной карте у меня ничего не получается. Это ужас. Как может на такой карте? Может, просто не везет. Просто не везет. Просто не везет. Аннука? Аннучка? Ничего подлоги. Да, просто он лук. Аннучка? Аннучка, подлоги. Ну, это чест. Там лагает, это не ты уж. Нет, там чел, да. Ой. О, неплохой овердрайв на один танк. Ну. Поддерживаю, думаю, будет не на день. Ой, давай, давай, давай. Фух, схавал. Я думал, сейчас к миру жизнь будет. Давай, давай. Жирного, 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 жирного. Сожрать, 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 сожрать. О, не доел. Чуть-чуть не доел. Так, оп, а шейм на последнем месте. Шейм на последнем. Дизи карта. Че-то, 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 не нельзя. Семь, что-то бы. Проигрываешь все? Тильте? О, овер. Спасибо, братанчик. Ну, в атаке, короче. Ну, так ты проигрываешь? Опять он мне бонус не поставил. Не, кстати, что-то как-то баллона по ощущению мало. Хочется побольше баллона на езиле. Как-то маловато баллона. По ощущениям, как будто не вытягиваю вообще абсолютно. Типа потеешь, потеешь, но никак не вытягиваешь. У меня то же самое, баллон бы больший. Так, ладно, все, надо овер где-то завязать. Вот там жирный, вот. Можно еще щепокнуть, поприсать. А, тема, давай, давай, давай. А, блин, хотел факт за перей. А там чел. Найс! Я чела, короче, начинаю хавать. И он выходит, как. На меня тоже так было минуту назад. Шафт еще стылил фраг. Все, я в тельте. Короче, мне ничего не получается. Ничего не получается. Ничего не получается. Ну, хоть езида, конечно, и жрет очень жестко, но... Как вы видите, молодые люди по очкам. Все равно у вас переигрывает. Что молот, что страйкер. И даже на средних картах. Как бы, более-менее, конечно, в балансе. Более-менее. Но... Все равно, если подводить итоги, я могу с уверенностью сказать, что страйкер и молот более удачно подходят для использования, ну, вообще, этих пушек в матчмейкинге. С езидой можно играть. Бесспорно, можно. Да, она наносит хорошее количество демеджа. Но, по итогу, все равно, что страйкер, что молот смотрится лучше. И по балансу, да, эти две пушки и так находились в довольно-таки хорошем балансе. Да, вообще, в принципе, все три пушки были находились в очень хорошем балансе. Ну, а после данного обновления, можно, так сказать, дополнительный буст. Они все три получили. И приоритет в матчмейкинге, я думаю, что теперь будет стоять именно у этих трех пушек, нежели у условных, там, каких-нибудь смог, громов, рельс и прочих других замечательных пушек. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Да, по итогам, страйкер, по итогам, вообще, трех боев оказался сильнее. По киллам, по очкам. Темочка, конечно, в третьей катке вот тут чпокнул. Шамиля немножко. Но, по итогу, все равно, страйкер смотрелся лучше. Пишите, возможно, новые какие-то комбинации вооружения. Если хотите увидеть подобного рода видеоролик, все-таки у нас давно уже не было никаких таких соревновательных трио-врывов. Если ждете, поддержите видеоролик лайком. Будет хорошая активность, будет интерес, будет фидбэк. Возможно, в скором времени что-то подобное у нас снова будет. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. 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 Пока.